Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексей Онджик, Crazy Life, продолжаем проходить Warcraft 3 Frozen Throne, на очереди у нас следующий эпизод, и для начала давайте посмотрим какой-то скриптованный ролик. Итак, интерлюдия, прощание Сильваны, прошло немного времени, отряд Артеса устроил перевал в лесу, неподалеку от Трисфальских лугов. Вот это место, сестры, здесь мы устроим привал, великий король. Почему именно здесь? Мы должны найти Кэлтузеда прежде... Опять у него ломка. А нас обманулись, приказывай вам прощаться, неребенную. Что здесь происходит? Сильвана? На этот раз тебе не уйти, Артес. Настал час расплаты. Предательница! Что ты со мной сделала? Эту отравленную стрелу я приготовила специально для тебя. То, что ты сейчас испытываешь, лишь малая толика боли, терзающей мою душу. Тогда прикончи меня! Быстрая смерть? Вроде той, которой ты наградил меня? Нет. Ты будешь страдать. Мой яд не даст тебе убежать. До встречи в аду, ублюдок. Назад, безмозглые твари. Ваше время еще не пришло, мой король. Так Артес-то погибнет все-таки или нет? Так просто ты от меня не отделаешься, Артес. Я тебя из-под земли достану. Действие яда скоро пройдет. Все готово для вашего путешествия в Нортренд. Келтузет, ты был верным другом. Я не знаю, что нас ждет впереди, вернусь ли я из этого путешествия. Я хочу верить эту землю тебе. Ты должен заботиться о ней до моего возвращения. Я сделаю это, король Артес. Не беспокойтесь. Так я не понял, Келтузет что ли вы излечил из этого яда? Ну да ладно, узнаем об этом, надеюсь, позже. Глава третья, Темная Охотница. Через два дня в лагере посреди проклятых земель Сильвана размышляла о своей новообретенной свободе. Госпожа, вас что-то беспокоит? От тебя нет, сестра? Несколько дней назад мы были всего лишь рабынями Повелителя Тьмы. Наша единственная задача была убивать его врагов. А теперь мы свободны. Госпожа, я не понимаю вас. Мне казалось, такой поворот дел должен радовать, а не огорчать. Что за радость может быть в этом проклятии? Мы все еще нежить, сестра? Мы чудовище. Кто мы, если не рабы этого проклятия? Это кто пришел через телепорт? Приветствую тебя, леди Сильвана. Мы с братьями крайне признательны тебе за помощь в свержении Артеса. Я пришел, чтобы предложить тебе встать на сторону нового мирового порядка. Вариматас. Мне было нужно одно. Увидеть труп Артеса. У меня нет ни времени, ни желания заниматься политикой. Осторожнее, миледи. Не стоит сердить нас. Мы будущее этих проклятых семель. Или ты присоединишься к нам и обретешь свою талику власти? Или тебя просто вышвырнут ванн? Я слишком долго была рабыней, повелитель ужаса. И не собираюсь жертвовать своей свободы ради того, чтобы подчиняться ванну. Ух, Сильвана дерзкая. Как пожелаешь. Ты сама выбрала свою судьбу. Так, ну по крайней мере у нас есть база. Давайте посмотрим. Мясников нету. Уже печально. Вурдалаки. Ну давайте, во-первых, сделаем грейд на скорость. И построим побольше вурдалаков на дерево. Уничтожьте красный лагерь нежити. Вон оно что. Хм. Играем за Сильвану. Кстати, я уже неоднократно говорил в эпизодах. Мне непонятно, почему Сильвана не обратилась к высшим эльфам за помощью, чтобы ее освободили от этих чар нежити. Возможно, это невозможно. Ну, в смысле, освободиться от этих чар нежити. То есть, его, возможно, только смерть спасет. Но, тем не менее, попробовала бы. Так, давайте сделаем грейд на милишников. Хотя у меня, в принципе, только одни маги. По сути, в отряде. Так, тут ману он накачивает. Давайте построим еще одну такую же херобору. Поставим хп накачивать. А кто на нас нападает? Это вот красный лагерь нежити, что ли? А почему нелегко? Тю. Так, чтобы сберечь ману, запретите банш автоматически применять заклинание проклятия. Давайте запретим вражеские войны, которые в бою с вероятностью 33%. Неплохо. Опачки. Так их можем сразу заюзать. Вот так вот. Чик. И они теперь наши. Отлично. Здесь, значит, ставим хпшку. Пусть регенит хп. И я так понимаю, надо побольше банш создать. Где там у нас банши? Создадим побольше банши. И давайте, наверное, зекуратов здесь поставим для защиты базы. Потому что я сейчас пока что привязан к базе. То есть особо я не могу бегать с Эльваны. А надо открывать карту и, собственно говоря, смотреть, что здесь вообще есть. Так. Это строится, это строится, это делается. Вот еще грейды можно. Хотя нет, подождите. Грейды давайте оставим. Пока что. Надо побольше накопить дерево. Сейчас здесь построим побольше зекуратов. Проапгрейдим их до атакующих башен. И, собственно говоря, уже можно будет выдвигаться. Мне интересно, отсюда атаки будут или нет. Какой-то тоже странный проход. А, нам уже и намекают, говорят, построите зекурат. Сейчас построим зекурат, ничего страшного. Сейчас их залепим побольше. Вот так вот построим, наверное, полукружком или в рядок. И еще один сюда ляпнем. Голды совсем не хватает, да? 150 он стоит, да, очень дорого достаточно. Так еще надо будет грейды потом делать. И вот сюда сейчас еще один ляпнем. Поставим его в режим починки. И потом уже потихонечку будем их грейдить. С деревом, я так понимаю, сейчас проблем уже не будет. Они так неплохо натаскивают дерево. Вот с голдой, конечно, есть небольшие затруднения. Хотя вроде расходов еще нет. Затруднения уже есть. Нет, ну это нормальное явление в начале, когда мы еще должны кучу всего строить и кучу всего грейдить. Плюс еще юниты дополнительно отнимают очень много голды на постройку. Так, это что такое? Труповозки получают возможность пополнять выкапывая их из земли. Вон оно что. То есть мне единственное, что печально, что нам даже, по сути, декроманты это недоступно. Давайте с селедкой купим парочку вот таких вот артефактов. Они мне очень нравятся, потому что хиляют всех юнитов в радиусе. Но голды катастрофически просто не хватает. Просто катастрофически. Давайте еще потихонечку добавлять грейды. Я так понимаю, что можно в принципе уже выйти пробежаться, хотя бы окрестности посмотреть. 155. Ну что, ребят, давайте еще раз сохранюсь на всякий случай. И давайте немножко пробежимся. Посмотрим, что здесь есть в округе. У меня здесь нет в этом направлении обороны. Давайте именно сюда сперва и пойдем. Так, добавляем еще грейды на башню. Ломаем ящички. Смотрим все. Ничего не упускаем. Все, открываем. Возможно, что-нибудь будет интересное. Там артефакты, еще что-нибудь. А мне непонятно, почему они впереди планеты все-то бегут. Что ж такое-то? Ой, а тут еще лавка есть. И что с ними? Я вижу их еще сильнее, чем этих проглядых повелительниц. Ой, как у Банш, это хп мало. Захватываем их. Со всеми ты никогда не справишься. Еще этого захватываем. Отлично. То есть атаки все-таки отсюда будут. Пусть только попробуют. Так, ну-ка отойди. Отлично, с ними справились. Давайте пробежим вперед. И мы в свою армию заполучили еще дополнительно два мясника. Это приятно. Единственное, здесь надо немножко этих построить. Также зеккуратов. Потому что атаки сюда будут. Следственно, надо иметь какую-то хоть небольшую оборону. Добавляем здесь грейды. Грейданем вот такую вот херобору. Так, сейчас строитель построится. Голда немножко подкопится. И закажем побольше там зеккуратов. По тому направлению, вот посуда. Так. Давайте вот так вот. В принципе, сильно много сейчас нет смысла заказывать. Хотя бы немножечко. Пусть будет. Давай, давай, давай. 150. Отлично. Иди сюда, вставай в режим починки. Тут у нас потому что пока еще юниты здесь. И атак пока что не будет отсюда. Пока мы здесь есть. Давайте попробуем под башней все-таки забрать себя. Ну, отлично вселилась. И у нас мясников становится все больше и больше. Это приятно. С учетом того, что мы можем строить только одних бандшей. А это какой-то лагерь нежити что ли? Или это просто зеккураты стоят? Нет, смотрите-ка, это напоминает какой-то лагерь нежити. Вон там еще впереди есть еще один мясник, который к нам навстречу бежит. Вот его и захватим. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Отлично. Захватили его. И продвигаемся вперед. Мага, в принципе, нет смысла никакого захватывать. Ох, ни хрена себе тут у него. Давайте еще этого мясника захватим. Что-то я сильно переборщил, наверное, с милишниками. Очень много милишников. А что не наступают? А, с этой стороны. То есть, я так понимаю, есть смысл еще дополнительно здесь башню построить. Так, ну-ка, собрались кучу все. Давайте, наверное, похиляем немножко свои отряды. И продолжаем их лупить. Да, это база нежити какая-то. Это какая-то база нежити. Ну, я думаю, справимся, потому что очень много мясников у нас в отряде. Ничего страшного, что наступают. Тастуют еще скелетов, призывают. Проблема в том, что вот эта вышка очень слабо лупит по ним. Вот в чем проблема. Они мне дадут еще одну башню построить? Да. Не реагирует никак. Сейчас мы построим еще одну башню и сделаем грейд на нее. Так, что у нас там происходит? Да, потихонечку, потихонечку лупим. Давайте, может быть, зафокусим главное здание, потому что оно неплохо вливает. И, собственно говоря, сперва его нужно уничтожить. А уже потом все остальное. Правда, печально. Часть мясников, наверное, умрет. Тут у них еще голда есть. Может, можно будет построить здесь рудник. Хотя, почему может быть? Конечно, можно построить рудник. Правда, я не знаю, есть ли в этом смысл. Давайте бьем. Бей, 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 бей. Все бьем. А вы хиляйте. Наступает он, наступает. Ничего страшного. Почему живые? Тут же мертвые. Добавляем еще здесь декуратов побольше для защиты. Вот так, вот так. И для милизоны. Те, кто будут атаковать нас в милизоне. Вроде справляемся, потихоньку, но справляемся. Здесь тоже все нормально. Эти хиляют, восполняют ману. Отлично. Отлично. Убивайте тут всех. Набейте тут зекурат. Все, практически убили. Давайте вот грейд сделаем вот этот. На башню. Потому что вот эта башня, она очень мало наносит урона. В отличие от другой башни. Так, ну что, может быть побольше банши заказать в отряд. Нам придется еще, наверное, вселяться в кого-нибудь. Я здесь? Тем более, что здесь армия так достаточно покоцалась неплохо. Ну все, минус одна база, по крайней мере, нежити. Я так понимаю, что по этому направлению больше никто не придет. Потому что, ребят, смотрите, тупик полностью. Тут просто некуда банально пройти. Некуда и ниоткуда ни зайти, ни пройти. Поэтому с этим, в этом плане хорошо, конечно. Давайте еще одного рабочего закажем. Поставим его на голду. Голды снимем и поставим его сюда, чтобы почистить. То есть она восполняет. ХП у строений. А точнее их непосредственно вычинивает. Отлично. Ну, по крайней мере, здесь, я так понимаю, можно даже не заказывать грейды на зигураты. Потому что реально по этому направлению никто уже не пойдет. Может сделать все-таки так, чисто для вида. Давайте сделаем. В принципе, голда позволяет это нам сделать. Сколько, кстати, голды? 8 косарей. Да, лучше, наверное, поставить все-таки там рудник. Я не знаю. Может и так хватит? Как думаете, ребят? В принципе, с одной стороны хорошо. Знаете, почему поставить здесь рудник? Потому что с этой стороны больше никто нападать не будет. По крайней мере, я хочу в это верить. Может быть, какие-то летающие прилетят. Чисто теоретически. Но давайте попробуем все-таки поставить здесь рудник. Думаю, что тот на 8 косарей достаточно быстро, скоро развалится. И неизвестно, сколько нам понадобится, скажем так, голды, чтобы забить красный лагерь нежити. Я слушаю. Так, осталось еще немножко, еще пару зданий. И мы практически все сделали. Практически уничтожили всю базу их. Ну и приятно. Дополнительные атаки нам не будут ходить. Делаем проклятый рудник. Я так понимаю, что зекураты... А, нет, смотрите, могу здесь построить. Отлично. Они нужны нам для защиты. Давайте их закажем немножечко. Так вот как-нибудь. Во, отлично. Я слушаю. Собираем армию в кулак. Давайте пробежимся сюда еще. Что это за такое? Я согласна. Просто надгробие и все? Да будет так. Окей. Разумеется. Еще вот здесь, я хочу посмотреть, здесь, может, какой-то проход есть? Я согласна. Или там лес дальше идет. Если там дальше идет лес, было бы здорово. Тогда они реально посуда по этому направлению вообще не смогут атаковать. Да, там лес. Единственное, если у них есть разве что воздушные юниты, они смогут атаковать. А так? А так больше нет. Потому что там нигде не пройти. Так, надо еще четыре юнита в отряд. Две банджи у нас есть. Давайте закажем еще две. И достаточно золота. Почему? И войска противника наступают. Столько башен легко, их сейчас быстренько с ними справится. Совершена. Давайте, может быть, завладеем этим мясником. Успеть бы, его сейчас надамажит очень сильно. Да, мы его захватываем. Отлично, он переходит в нашу армию. Так, отходи, отходи, отходи. Что такое? А, на него сон кинули. Я и думаю, почему нельзя им управлять? Достаточно быстро мы их разобрали. Конечно, столько башен. Это позволяет с легкостью, скажем так, справиться с такой небольшой армией. Так, давайте одну банджу уберем, посмотрим. Влазит он, не влазит ко мне в отряд. Ну, давай уже, просыпайся. Давай, доброе утро. Хотя, какое доброе утро? По идее, ночью на дворе. Решил поспать. Так, ну все, отлично. Тогда эту банджу уберем. И у нас будет полная пачка. Их берем, тут делаем, значит, грейды следующие. Вот эту так сделаем, а эту вот так вот. Отлично. И давай добывай здесь голду. Сюда рабочих подстраивать не будем, чтобы лишний лимит не лепить. А когда здесь, собственно говоря, голда закончится, просто перебросим их туда и все. Небольшая оборона там есть. То есть, если будут какие-то проблемы, просто вот эти войска дергнем туда и все. Так, ребятушки, давайте продвигайтесь. Банджи, главное, лезут вперед. У них очень мало хп, но тем не менее лезут вперед. Пустим их. Эй, вы че там полезли-то одни? Где все остальные? А, там, получается, они затупляют лишь потому, что там узкий очень проход. Они там поштучно вылазят. Так, Сильвана, ты сама-то где? А, здесь уже, отлично. И рабочие за мной увязались, чтобы вычинить эти... Вот эти машины, которые нас хиляют и ману восстанавливают. Так, бежим дальше, посмотрим, что здесь. А переманить, я так понимаю, в смысле, банджами захватить. Я так, я правильно понял вообще. Я так понял. Давайте попробуем разломать вот эти ящички. Может быть там что-нибудь будет. Идет на нашу сторону, вербовка его воинов. О, отлично, золотая монетка. Тут вроде больше сломать нечего. Ну, давайте продвигаться сюда. Посмотрим, что здесь. Подчините себя вождя Огров. Огров. Хорошо, подчиним. Не вопрос. Вожак шайки гнолов? Хм. А где у них тут вожак-то? Гнол-тюремщик, гнол-тюремщик. Не вижу я здесь никакого вожака. А, в том плане, чтобы типа захватить его? Нет. Я просто их убью. Ой, ой. Это Огры. Но тут еще один главный рудник есть. То есть мы можем еще один на рудник поставить. Но пока с голдой реально проблем нету. То есть я не вижу в этом никакого смысла. Давайте разломаем ящики. И разломаем их здания. Плохо, конечно, что мы без Артаса, потому что... Ой, лечебный эликсир. Потому что Артас может хилять ее юнитов, а Сильвана, по сути, таким не промышляет. Это печально. То есть есть у нас такие потери обязательные. В силу того, что просто в бою не можем одного хилять. Разрушаем клетки, разрушаем... Нет, этот ящик нельзя разрушить. А этот можно? Тоже нельзя. Ну давайте последнюю постройку уже разрушим и будем продвигаться дальше. Отличный минус. Еще одна постройка. Давайте здесь перегруппируемся. В принципе, мясников много, банши много. Так что я думаю, должны затащить. По заданию давайте посмотрим. Какое-то одно из дополнительных не получено. Но нам надо вождя Огров взять под контроль. А где из них вождь? Непонятно пока что. Ну окей, давайте пробежимся по этой территории. А, вот же. Вот же. Тут, наверное, вождь. Вот он, Мак Тол. Скорее всего, он и есть вождь. Он отличается от других Огров. Понятно. Ну в отряде у нас есть, в принципе, банши. Так что можно будет захватить его. Бейте этих Мурлоков. У тебя прям все могут тебе пригодиться. Зачем они мне нужны? У меня есть куча мясников, куча всяких банши. Зачем тебе эти мелочи-мелочи-то? Так, минус здания. Дайте мне какую-нибудь книжечку. А лучше целительный... Целительный свиток. Напали? Нужны усилить оборону. Кто напал? Где чего? О, так там катапульта. Ребята, вот это, кстати, вот этого я и опасался. Что могут приехать катапульты. Потому что с катапультами башни не могут справиться. Они издалека бьют. Надо срочно возвращаться. Потому что это вот одна катапульта может тут очень много бед наделать. Возвращаемся и бьем катапульту. Хорошо, что я далеко-то не отошел. Так была бы проблема прям целая. Пусим, пусим, пусим. Отлично. Минус катапульта. В принципе, можно все уже отходить. Возвращаться сюда. И здесь, я так понимаю, лучше... Они уничтожили меня хоть одну башню или нет? Я вот понять не могу. По-моему, нет. По-моему, нет. Не уничтожили. Успели мы все-таки вернуться. Давайте закажем здесь немножко панч. Как раз-таки фокусить вот эти вот катапульты. То есть, если они раз приехали, значит, они и второй раз могут приехать. Поэтому лучше, как говорится, перебдеть. Чем недобдеть. Я не хочу, чтобы меня полуобороны вынесли, пока я тут с Ильваной гуляю. Нет у меня в этом никакого желания. Так, давайте побьем этих угров. Это кто вообще такие? Тролль, вооруженный метательным топором. Что ж, ну, можем заказать. Стрелки очень актуальны в моем отряде, потому что панчи очень слабый урон имеет дистанционный. И очень много мясников. Так. Что-то я, по-моему, нанял двоих. Не надо нам было двоих нанимать. Хватило бы и одного. Так. Берем их в кучу. А, тут скелет призывается. Я и думаю, почему у меня этот... Отряд постоянно переполненный. Вот, сейчас всех нормально можем взять. Это кто такой? Лесной. Опять скелет мешается. Да что ж такое-то? Сколько тут скелетов напризывалось? Так, банчи. Мясники. Две этих. Херобурины. Все, отлично. Поднимаемся сюда наверх. Она, кстати, левелапнулась. Я только вот сейчас заметил. Бьем этих огров. Хотя их можно, в принципе, было захватить. Но они не настолько сильные, в принципе. Опять же, такие милишники. У меня и так с милишниками переизбыток. То есть, не вижу я никакого смысла в их захвате. Ой-ой-ой-ой. Это кто? Вот его давайте захватим. Это огар маг. Давай-давай-давай. Захватывай его. Отлично. Захватили. Вот маг мне нужен. Замедление. Это скорость боя увеличивает. То есть, можно по выбору сделать. Либо бафать себя, либо дебафать противника. Пробегаем сюда. А вы скили тоса, значит, добейте вот это вот здание. Может, там какая-нибудь книжечка будет. Отлично. А этими войсками давайте эти здания бить. Так, там ничего не было. Здесь тоже ничего нет. Бей-бей-бей-бей-бей. Свиток защиты. А он мне вообще пригодится в бою? Ну, давайте возьмем. Он просто не... А, его заюзать еще надо будет. Он просто не на очень большой промежуток времени, поэтому я не любитель вот этих свитков. Так, захватываем его. Отлично успел все-таки. Ну, он скоро умрет. У него очень мало ХП, конечно. Сейчас это лечилка. Пусть его немножко полечит. Да, жузенька, жузенька. А кто из них этот? Вот он. Вот он, этот начальника, который бегает, которого надо захватить. Окей, захватим. Не проблема. Сюда вроде атак никаких нету. Это приятно. Ты что сачкуешь? Иди вон, добывай дерево. У нас же можно грейды сделать на милишниках. Смотрите, сколько они тут стоят-то. Интересно, времени. Давайте их отправлять тоже на дерево. Пусть здесь добывают. Ну, вроде все, похилялись немножко. Давайте будет один бафать, а другой Д бафать. Продвигаемся вперед. Надо, наверное, Банши чуть вперед пропустить, для того, чтобы она побыстрее его захватила. Чтобы добраться до вождя, нужно разрушить каменную стену. Без проблем сейчас разрушим, какие вопросы. Вот, отлично. Так, значит, Банши. Давайте ввяжемся немножко в бой. А сами... Давай, 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 Банши. Сделай свое дело. Отлично, мы его захватили. И дополнительное задание выполнено. Тебе лучше, Мактол. Мактола тоже служат. Я рада это слышать. В путь. А, кстати, кто-то напал там опять на лагерь. Сюри наступают. Какие-то живые-то, никакие не живые. Ох, ничего себе, я тут Банши понасоздавал. Ох. Не зря я, наверное, поставил два строителя сюда. Быстренько-быстренько так все вычинивают. Пятый уровень. Держи мне путь. А, так. Давайте, может быть, вот так вот сделаем. Собираем вот эту армию. Вождя сюда. Стрелка, вот не знаю, брать, не брать. Давайте, может, его оставим, потому что он, в принципе, слабый. Может, лучше вот этих побольше взять. Но у меня какая-то... Единственное, что мне плохо, у меня какая-то миличная вообще. Вся армия получилась. Тут немножко меня не устраивает, на самом деле. То есть у меня, по сути, из дальников, ну, только разве что вот эти вот катапультики. Которые лечат и ману восполняют. И, 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 и Сильвана. Все. Что там у тебя? Так, кого бы оставить? Ну, что уставишься? Кстати, а мясники-то круче, смотрите. Что там у тебя? Мясники круче и по урону, и по хп, чем вот эти юниты. Так, значит, лучше тогда вот так вот сделать. У нас потихонечку-потихонечку собирается какой-то второй отряд. Ну, это хорошо, в принципе. Нам же все равно надо базу отпустить их. Так, ломаем еще их постройки. Возможно, тут что-нибудь будет интересное. Свиток помощи. А что он, интересно, дает? Ну-ка, отойдите все. Что за свиток помощи такой? Ману, наверное, восполняет. Здоровье им, а вот оно что. Ломаем еще одну постройку, и тут уже ничего нет. Окей, давайте тогда немножко, наверное, собираться уже. Сейчас медленно, но верно. Хотя, тут еще надо пооткрывать все. Я думал, может быть, уже пора выступать на лагерь красных. Но тут очень большой кусок карты еще не открыт. Может, там что-нибудь будет. Так, это можно сломать? Что там горит такое? Скорее всего, нельзя. Так, идите к стрелку. О, так у нас еще тут вон какое-то здание неразломанное. Ломайте. Золотой рудник обрушился. Золотой рудник обрушился, но ничего страшного в этом нет. Потому что у нас есть, собственно говоря, уже рудник, который стоит. Туда надо четыре строителя, потому что один уже там добывает. Отправляйтесь сюда и спокойненько добывайте. Здесь. Отлично, у нас все по экономике. Голды много, дерева много. И продолжаем дальше. Так, ребят, давайте я сделаю стоп-старт заодно и сохранюсь. Я надеюсь, что больше лагеря нежити я на своей дороге не встречу. Хотелось бы в это верить. Мудрый выбор. Потому что у меня сейчас лишние вот такие битвы, они ни к чему. Алтарь жизни, отлично. Все милишники, все милишники. Это очень на самом деле плохо, потому что, ну, они толпятся. Ой, еще и этот каст кастанул. У нас, получается, из дальников только Сильвана и вот эти хероборки. Но они же не стреляют. В смысле, я делаю так, чтобы они не стреляли. Потому что лучше бы они ХП реген пусть делают и мана реген, собственно говоря. Но опять же, по мане, вроде пока просадок сильных нету. Этих чуть больше половины. Маны, боевые когти, отлично. Сильвана, бери боевые когти. Ладно, давайте сперва здесь все разрушим, потом уже войска отведем. И уже, Сильванка, подберем все, что здесь выпадет. Что-то больше, кроме боевых когтей, ничего здесь нету. Ну-ка, отходите. Селедка, иди сюда. Иди подбирай боевые когти. Ну, пустите, пустите. Отлично, боевые когти есть. Куча скелетов насумонилась. Так, продвигаемся дальше. Что нас здесь ждет? Разумеется. А, так мы практически подошли уже к лагерю нежити. Практически подошли. Вот он уже, по ходу, лагерь-то начинается. Хм. Мне, ребят, все-таки хочется, знаете, что сделать? Открыть вот эту область. Давайте вернемся к своей базе и откроем вот эту область. Пробежимся сюда. Посмотрим, что там есть. Интересное. Вы, значит, идите сюда. Это у нас будет второй отряд, который будет состоять из 105 солдов боншей и пары милишников. Но бонши, они очень слабы в плане дальних атак. У них очень маленький урон. На них надежды, ну, практически нет никакой. А, еще одна атака на меня. Вместе с катапультами. Что-то... А, это со второго отряда. Блин, их сейчас убьют, это со второго отряда. Капец. Вы посмотрите, сколько их там. Этих скелетов. А, труповозки долбят по строителю. Вон еще вопрос. Я и думаю, что такое-то. Как вас много-то? Срочно идите сюда. Надо помогать. А то мне сейчас так базу тут раздолбят. Давайте, бейте по труповозкам. Вот это жесть. Вот это жестенькая атака какая-то. Куча каких-то призванных скелетов и... Собственно говоря, еще и катапульты. Две штуки. Но основной армией вроде разобрали их. Отлично. Чуть отступаем. Так, тут у нас что? Банши. Надо их побольше построить. Потерял я немножко их в бою. Давайте закажем баншей. А этим отрядом пробежим вперед и посмотрим, что там есть. Как раз таки атака на нас уже прошла. Сейчас можно сделать это спокойно. То есть у нас есть немного времени до следующей атаки. Я согласна. Атаковать, я так понимаю, лучше даже не отсюда, а вот потуда. Потому что они ходят как раз таки по низу. И просто не хочется встретить этот отряд. Пусть он до нашей базы спокойненько идет. Где получит люлей. А мы уже. Ну-ка ломайте. Эти разбойники еще послужат мне. Найдите их главаря и завладите им. Да нужен мне их больно главарь. Главарь разбойников. Ну нам типа предлагают стелиться в него. Я не знаю, есть ли смысл вообще этого всего. Опять милишник ведь. Опять милишник. Ну ладно, я вроде как отправил одну баншу. Сейчас посмотрим. А покуда лучше здесь зайти-то к нему? А, типа через ворота проломиться. Окей, понятно. Да печалит меня, что... У меня все юниты практически милишны. Дайте хотя бы дальников каких-то. Вламываемся туда внутрь. Надо вот эту баншу сберечь, конечно. Потому что она одна здесь. Пусим, пусим, пусим их. Баншу сюда. Тут вроде справляемся неплохо. Давайте раздолбим эти постройки. Отлично. И продвигаемся вперед. Мы практически уже пришли к ним. К лидеру этих разбойников. Так, а покуда он ходит-то, эта нежить? Что-то я вот этого момента не понял. Наверное, вот так вот где-то здесь обходит. Маг-отступник. Так, так, так. Давайте немножко, наверное, похиляемся. Что-то они сильно меня по хп просадили. Это сломать нельзя? Нельзя. Да хорош кататься. Давайте хиляйте там. Хиляйте и ману восстанавливайте. Я здесь? Банши. Ты проскочишь здесь? Отлично. Худенькая банши легко проскакивает. Сейчас надо инициировать атаку, собственно говоря. И уже непосредственно захватить его. Он у нас и будет во втором отряде. Так, этих берем. Плюс у нас еще тот будет босс этих разбойников. Оставляем одну, одно свободное место. И давайте продвигаться сюда баншами. Я, правда, единственное не знаю, сейчас если я попаду под атаку нежити, вот будет неприятно. Эти банши большинство подохнет. То есть надо будет резко отступить. Еще банши строятся. Давайте, давайте, девчата, пробегайте сюда резче. В любой момент может нежить прийти. Отлично. Ну и давайте инициировать атаку, в принципе. Раздаваться, глупец. А его захватываем. Так или иначе, ты будешь моим рабом? Все. Никогда. Его захватили. А, и войска, и вон, и уже не сопротивляются. Эй, братва. У нас новая хозяйка, леди Сильвана. Слушайтесь ее, как меня самого. Хм, целая банда в моем распоряжении. Заманчиво. Да там банды-то сложно назвать, какие-то легкие милишники. То есть, по сути, мы получили даже целый отряд. Не только его самого, а еще немного юнитов. Дополнительно. Ну, сейчас они первые пойдут в атаку как раз таки, могут танковать. Так, селедка, ты там где? Я в такой толпе тебя не могу найти. Давайте разрушим все ящики. Лечебный эликсир, отлично. Селедочка. Подбирай давай там лечебные эликсиры и кольцо защиты. О! Очередная атака на нашу базу. Плохо, конечно, что я тут не подстроил башен, которые мы потеряли. Но я думаю, что должны справиться. Хотелось бы в это верить, по крайней мере. Так, иди сюда и в режим починки вставай. Давайте закажем еще рабочих. Надо восстанавливать здесь башни, а то мне так они продолбят. Тут вроде справились отлично. Банши спасают и решают. Но скелеты, скелеты постоянно возрождаются от этих некромантов. А некромантов может фокусить? Чтобы они скелетов не поднимали. Значит, что здесь у нас? Середка, давай подбирай. А, ты не можешь уже. А чтобы вот такое выложить? 250 здоровья. С героем на повышение защиты. 400 здоровья. Вот, давайте лучше это выложим. Возьмем кольцо защиты. Итак, это у нас получается первый отряд. Во втором отряде не хватает одного юнита. Берем, собственно говоря, главаря этого. А все, что у него там, войны, какие у него были, это у нас будет третий отряд. Значит, здесь заказываем побольше новых зекуратов. У нас есть несколько, скажем так, минут. А может быть, даже и не несколько. Но есть, короче, время до следующей атаки. Можем себе позволить восстановить башни. Кто там, что там? Где там атака была? Я слушаю. Или у меня уже глюки? Нет, никакой атаки. Так, значит, ты иди-ка сюда. Тут еще и маг есть, отлично. Но я не буду, в принципе, контролировать в бою еще и магом отдельно. Просто он будет и будет. Так, это у нас второй, значит, отряд. А это у нас будет третий отряд. Офигеть, как их много. Неплохо. В принципе, у нас очень много войск. Я здесь? Я думаю, что этот лагерь мы просто как котенка должны размести. Я слушаю. Все, давайте первым отрядом выдвигаемся. Потому что он самый сильный. Посмотрим, что здесь есть еще. Давайте второй и третий отряд тут стоят пока. Постройка завершена. Постройки завершены. Отлично. Заказываем, значит, вот эту херобору. Постройка завершена. Постройка завершена. И вот эти грейды делаем. На нас напали. Чего же говорили? Так, ты, значит, иди сюда в режим починки. И ты иди сюда в режим починки. Жизнь постройка завершена. Так, тут все нормально, да? Хотя, какой все нормально? Тут еще и дракон есть. Ничего себе. Неплохо они так мясника-то просадили по ХП. Да тут реально, получается, по воздушным-то толком некогда вбить. Сильванка, давай, я в тебя верю. Делай все, что нужно для того, чтобы победить. Я не понял, как... А, вот, ниже посуда проходит. У нас же там куча банш есть во втором отряде. Давайте его сюда пригоним, этот второй отряд. Потому что я так очень долго буду ковырять. Постройка завершена. Вот этих воздушных. В принципе, и третий сюда отряд можно пригнать. Сейчас уже, кстати, следующая атака должна пойти. Вот, нежити. Ой, какие они слабые все-таки, а? У них очень маленький урон дальнего боя. Но, как говорится, лучше уж так, чем никак вообще. Полное подчинение указано. Не действует на героев, а также монстров выше шестого уровня. Полное подчинение. Неплохо. Ну что, ребят? Давайте собираться уже, в принципе. Сейчас пойдем уже в атаку. Второй, третий отряд, все готово. Давайте еще сохранимся. Скоро он, кстати, в атаку пойдет уже на меня. Посуда. Причем посуда. Главное, выйти с этого моста, потому что русский проход вообще никак не вписывается в планы. Так, а покуда идти к нему на базу? Вот что, вопрос, наверное, посуда, да? Да-да-да-да, вот уже его база виднеется. Отправляем всех в атаку. Все, сейчас массовая атака будет от нас. Так, кидаем эту херобору еще. Ну, должны, должны справиться, реально, потому что у нас очень много войск. Сейчас, правда, он скелетов будет усиленно поднимать. Надо бить магов. Я слушаю. Давайте кастанем вот эти все свитки. Так мы лучше будем справляться с противником. Все-таки не успел я на него кастануть. Давайте, идите сюда все. Вы сюда, и вы сюда. Очень-очень много юнитов у нас. Мы должны просто их сметать. Потому что у нас еще и свитки прокастаны, там, на защиту, еще на урон, по-моему, у нас свиток есть. Точнее, не есть, а был. И дополнительный урон. Я слушаю. Продвигайтесь, продвигайтесь в сторону базы, главное. Конечно, нужна. У него какие тут касты есть? Цепь в молнии. Давайте тоже кастовать ее. Эй, ты где там? Ух, как много войск-то у нас. Три пачки, получается. Ну, сейчас, конечно, уже часть юнитов потеряли, но ничего страшного в этом нет. Главное, эту базу осилим. А то, что немножко юнитов потеряли, ничего страшного в этом нет. Так. Тут все нормально, тут голду добывают, сюда атак не было. Ну, тут потому что тупик, тут нельзя сюда пройти. То есть, надо пройти через мою базу, получается, чтобы атакнуть тот рудник. Давайте зафокусим, главное, здание ихнее. А то он усердно так лупит. О, отлично. И давайте, продвигайтесь сюда. Так, баньши, идите-ка сюда, убейте этих рабочих. А то он тут в наглую добывает голду, ишь? Че удумал? Отлично. Осталось еще немножко зданий, и, в принципе, мы уже эту базу уничтожим полностью. Ну, какой же у них невыносимо маленький урон, ну, это просто капец. Столько баньши ковыряют одного рабочего. Здания они вообще, вот, бить и бить очень долго. Да, понятно, что напали там, он же юнитов тоже строит. Давайте мясника отправим сюда, пусть помогает уничтожать. Так, так, так. Скелеты, тоже идите в атаку. Плохо, конечно, что у нас не было возможности строить магов. Мы могли их, конечно, захватить, но это дело такое неблагодарное. Вот если бы мы их могли бы строить, было бы намного круче. Тогда бы мы насоздавали кучу магов, и тут бы поднялось бы 100-500 скелетов, и, в принципе, они быстро бы разобрали эти все здания. Просто чисто численностью даже. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Еще немножко построек, и все, в принципе. Что вам угодно? На нас напали. Кто там напал? А, он продолжает строить юнитов. Мага построил. Но это все тщет на его попытки, скажем так, потуги, отковыряться от такой армии. Осталось три здания, я так понимаю, да? Минус зекурат. Минус еще один. И последнее здание осталось забить. Все? Да, все. А, нет, еще вон зекурат атакует один. Ну же, приказывай. Бьем его. Ну что, демон? Скажешь что-нибудь на прощание? Ты чего, убьешь, что ли? Сильвана, не убивай меня. Поверь, я еще пригожусь тебе. Типичный демон. Готов продать всех, лишь бы спасти свою шкуру. Не доверяй ему, Сильвана. Говори, я слушаю. Я в курсе планов моих братьев. Я знаю, где расположены их главные силы. Возьми меня к себе на службу. Я помогу тебе победить их. Хорошо, Вариматес. Я дам тебе шанс доказать мне свою преданность. Но помни, я буду следить за каждым твоим шагом. Может быть, это ошибка была с ее стороны. Оставить его в живых. Но об этом мы узнаем уже в следующих, наверное, эпизодах. А этот завершим. С вами был Алексей Онжик Розелайв. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ссылочку с прохождением игры в описании под видео. Вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттере. Всем хорошего, позитива, удачи. Пока-пока.